У Радио есть такая удивительная особенность. Я даже не знаю, как её сформулировать. У меня достаточно голоса. Буквы тленны, а вот голос бессмертен. Когда поэты пишут «Я целую ваш голос», я понимаю, что они имеют в виду. Потому что это многообразие голосов. Это такой оркестр. У него столько инструментов музыкальных, совершенно особых. Я даже не понимаю, мне неинтересно, о чём человек говорит. Я забываю, я пропускаю мимо ушей. Я наслаждаюсь голосом. Вот есть магия у Радио такая. Вот здесь, Татьяна Владиславовна, я... Да, аплодисменты, это точно. Спасибо. Я соглашусь, потому что по моему опыту, тоже многолетнему опыту работы на радио, на Петербургском радио, потом на «Эхо Москвы», информация забывается, слова уходят, остаётся в памяти эмоция. А эмоция – это голос и настроение, и твоё внутреннее состояние, с которым ты обращаешься к слушателю. Уважаемый гость, вопрос. Юлечка, будьте микрофон, добры, пожалуйста, сюда. Пожалуйста. Светлана Алексеева, коллега. Сейчас мы говорим о том, что голоса уже становятся не так важны и для радио, и для телевидения. Очень много форматов, когда, ну, к сожалению, великому, разрешается говорить как угодно, это любой разговор как на кухне, и тут не важен ни тембр, ни дикция, к сожалению, великому. Вот как вы относитесь к современному радио, которое позволяет себе обходиться без этого голосового формата? Я плохо к этому отношусь, потому что вынуждена повториться, это всё-таки профессиональное требование. Тут не может быть никакой дискриминации, не может быть никакого такого субъективного отношения, мне нравится, не нравится, не в этом дело. Это профессиональное требование. Ну, если человек заикается, ну, простите. Есть газета, есть информационное агентство. Если вы эти требования имеете в виду, есть другие, это, конечно, вопрос русского языка. Это очень серьёзный вопрос, это вопрос больной. Когда-то я автоматом поправляла человека. Вот была такая у меня привычка, она сформирована, не очень хорошая, кстати, привычка, она сформирована работой на Ленинградском радио. Когда у нас была, допустим, летучка, и вёл руководитель, директор эту летучку, и он ошибался в каком-то слое, вся летучка хором его поправляла. Он говорит, большое спасибо, учту. Вот я тоже так вот привыкла, а теперь я этого не делаю. Знаете, почему? Потому что несколько раз мне просто говорят, что за клиника, в новые словари. Я заглядываю в новые словари. И что я там вижу? В лучшем случае, допустимо. В худшем случае уже, извините, я, оказывается, не права. Норма изменилась. Норма изменилась, да. Ну, норма подвижна, она, естественно, идёт за языком, язык тоже развивается, принимает какие-то новые формы. Но у меня здесь в вашем ответе и в свете на вопросе взволновало, вот не побоюсь этого слова, другое. Ведь смотрите, Ленинградское радио, которое мы все так любим, сегодня прямо в любви ему признаемся бесконечно. Да, я не устаю это. Я не устаю тоже. Это был эталон правильного русского языка. И все, кто жил в Ленинграде и потом в Санкт-Петербурге, знали, что вот правильно говорят на радио. Люди, которые слушали радио, они тоже старались говорить правильно. А сегодня мы потеряли этот эталон? Ну, мы стараемся не терять. Или он не востребовал? Нет, нет. Он, безусловно, востребовал. Вот скажите, разве вас не царапает? У меня как ещё царапает? Режет ухо. Ну, мы же не двое таких, правда? Таких очень много людей, которых это коробит. Кстати сказать, нам очень много могут простить радиослушатели. Нам никогда не простят речевую ошибку. Позвонят, напишут, обязательно заметят. Спасибо.